Я не могу вообще сказать, что такое кальций, для чего он нам нужен. И мы все привыкли, что кальций – это только здоровье костей. И действительно, практически 99% кальция находится у нас в костях. А это почти полтора килограмма. Это очень много. Кальция – это единственный такой микроэлемент, который находится в таком количестве в нашем организме. Но кроме этого, он нужен нам и для здоровья других органов. И об этом мы сейчас тоже с вами поговорим. У нас есть основные микроэлементы, их четыре, которые обеспечивают постоянство нашего организма. Так называемый гомеостаз. Это кальций, магний, натрий и калий. Именно потоки этих ионов через нашу клеточную мембрану связаны с энергетическим нейрболизмом клетки. И они необходимы нам для того, чтобы у нас передавался сигнал вдоль аксонов. А аксоны – это оболочки наших нервных клеток, такие длинные руки нервных клеток, отростки, через которые проходит наш нервный импульс. Это поддержание нужного уровня астматического давления в нашем организме. Это активность трансмембранных каналов, натриевых кальевых и кальциевых магниев. Насчет этого происходит у нас нервная и нервно-мышечная передача. Кальций не такую большую роль оказывает в возникновении потенциала действия в нервных клетках, но он играет важную роль в возникновении потенциала действия нашей сердечной мышцы. Передача импульсов от одного волокна, нейрона к другому и от нервного волокна к мышечному, обеспечивая сокращение наших мышц. Кальций является ключевым мессенджером мегатветочных сигналов и коррегулятором работы наших ионных каналов. То есть, во-первых, он регулирует тонус гладких мышц наших сосудов. Он регулирует ритм сердца. Влияет влияние на свертываемость, то есть регулирует нашу свертываемость. Поддерживает вслотно-щелочное равновесие. Сейчас тоже это такая очень модная тема. Употребление щелочной воды, употребление продуктов, которые являются источниками щелочи в нашем организме, потому что, к сожалению, мы много употребляем продуктов, которые являются источниками кислоты. Это, прежде всего, и продукты, которые содержат глюкер, всеми любимые пшеницы. И все сдобные изделия. Это кока-кола и подобные лимонады, которые содержат ортофосфорную кислоту. Это все кислоты, кислоты, которые попадают в наш организм в избыточном количестве. А ведь ПАЖ нашей крови щелочная, и ПАЖ большинство средств, находящихся в нашем организме, тоже щелочные. И если ПАЖ нашей крови начинает смещаться, то это может привести к достаточно серьезным последствиям со здоровьем. Поэтому организму важно поддерживать ПАЖ на определенном уровне. И для того, чтобы это сделать, он будет использовать кальций. Кальций дает нам щелочные валентности и поддерживает, таким образом, кислотно-щелочное равновесие. Кальций является также и антагонистом в отношении токсичных металлов. В первую очередь, это кадмий. И если у нас мало кальция в костях, то кадмий будет туда поступать. И только с помощью кальция мы можем его оттуда выгнать. Ну и, конечно, кальций нужен нам для формирования скелета. Сейчас очень много говорят про витамин Д, в том числе в свете рахита у детей, в свете поддержания здоровья костей у взрослых. Наверное, уже сейчас практически не осталось людей, у которых низкий уровень витамина Д. Сейчас все его пьют. Но этого что-то тоже оказалось мало. Мало для нашего здоровья, потому что при таком гипертрофированном внимании к витамину Д у нас есть полное игнорирование кальция. А даже часть биологических функций витамина Д зависит от кальция. И когда назначается только витамин Д без использования кальция, мы не можем включить активность 525 кальций и зависимых белков. Таким образом, витамин Д не будет выполнять своих функций. Витамин Д влияет на общий обмен веществ, метаболизм кальция и фосфора. Он поддерживает уровень органического фосфора и уровень кальция в плазме нашей крови. Он повышает всасывание кальция только в кишечнике, имеет существенное значение от минерализации костной ткани. Поэтому, конечно, витамин Д нам тоже нужен, когда мы принимаем кальций. Они такие друг другу очень будут помогать. И у детей недостаток витамина Д проявляется в развитии врахида, как я уже говорила, с разрушением обезвеселения костей. Это могут быть тратичные деформации позвоночника, нижних конечностей. Замедляется общее развитие детей. У взрослых гиповитамин Д проявляется устомоляция, устопороз. Это, конечно, не все функции витамина Д, о которых мы говорим. Это то, что мы сейчас обсуждаем в связи с кальцием. Как же наше питание связано с кальцием и почему мы можем недостаточно получать кальций? Во-вторых, высокое потребление белка может вызвать усиленную вследствию кальция с мочой. С одной стороны, это такой парадокс тоже нашего организма. Мы можем есть много белка, но при этом у нас есть дефицит белка. Потому что только 20% веществ мы получаем с пищевыми продуктами. Около 80% синтезируются в нашем организме. Я вам говорю, что наш организм – это глобальная химическая фабрика. И если там будет недостаток чего-то, то мы не сможем уже все присинтезировать. Поэтому, да, мы все тут налегаем на мясо очень активно, но все равно это приводит к тому, что есть дефицит белка, и, к сожалению, еще и выводится кальций с мочой. Конечно, злоупотребление глюкозой, сахаром, аспартамом, которого много в гимонадах, также способно усилить потери кальция с мочой. Есть огромное количество исследований. Буквально, может быть, несколько приведу вам для того, чтобы как-то немножко повеседить вас, что большое высокое потребление конфет связано с более низкой минеральной плотностью костей у мужчин и женщин. Это как раз связано с регуляцией кислотно-щелочного равновесия. То, о чем я рассказывала, организм на это тратит свой кальций и запирает его из костей. Если мы употребляем газированные напитки, в них содержится ортофосфорная кислота тоже, о том, о чем я уже начала говорить, способствует увеличению частоты переломов у девочек-подростков. Многие подростки очень много употребляют сейчас лимонад, и кальций прямо стремится к тому, чтобы дать эту щелочь, которая будет бороться с избыточным поступлением кислот из этих всех напитков. Нагрузка холонидом натрия, а это наша поваренная соль, она тоже снижает уровень кальция по сыворотке крови и способствует повышению давления на фоне системного дефицита кальция. А прием препаратов кальция способен снизить артериальное давление. Дефицит кальция приводит к увеличению спонтанного употребления соли. То есть здесь, получается, мы тоже оказываемся в таком порочном круге. С одной стороны, мы слишком много едим соли, и это уменьшает кальций. С другой стороны, дефицит кальция еще больше заставляет нас хотеть есть соль. Поэтому, конечно, все эти порочные круги нам надо разрывать. Как мы можем вообще вот так вот просто понять, почему у нас есть дефицит кальция в организме? Это может быть какие-то онемения в пальцах рук, ног, судороги, продергивание в мышцах, раздражительность. Ну, конечно, на более сложных этапах уже нарушаются когнитивные способности. Но если иногда у вас не имеют руки или ноги, всегда подумайте о том, что это может быть дефицит кальция. Ну, как я уже начала говорить, для усвоения кальция нужен витамин D, и не только он. Еще нам нужен и магний, и с этого я начала, что у нас есть вообще 4 основных микроэлемента, которые обеспечивают гомеостаз всех веществ в нашем организме. Это пара, которая работает кальций, магний, они неразрывны между собой. Конечно, нам нужен и витамин К2, на нем тоже я остановлюсь, вообще китамин К. Бор, медь, цинк, марганец, кремний, витамин С. Все это нужно нам для того, чтобы кальций у нас эффективно усваивался, встраивался в кости и помогал нам достигать тех функций, которые мы хотим. И получается, что если мы не получили магний, то есть мы потребили только кальций без магния, то такая вот низкая концентрация магния будет автоматически подгоняться концентрацией кальция, будет снижаться его всасывание, будет увеличиваться его введение. То есть мало магния, ДЭК и кальций тоже будет выводиться из нашего организма. А дефицит магния, в свою очередь, также будет приводить к уменьшению образования костной ткани и к потере костной массы. И для того, чтобы у нас была хорошая структура соединительной ткани, крайне важна роль магния, которая является одним из основных биоэлементов, обеспечивающим физиологическим метаболизмом соединительной ткани. Кроме этого, магний является кофактором фермента челочная фосфатаза, который, во-первых, дает нам и энергию, в принципе, энергию мы храним в виде фосфатов, отчеты, какое название фосфатаза. А, с другой стороны, он участвует в минерализации костей. И люди, у которых низкий уровень магния, если мы начинаем вводить кальций без магния, это, к сожалению, может ухудшить еще больше магниевый статус и повысить риск развития сосудистых заболеваний. Ну, вот я здесь начала говорить про соединительную ткань, про то, что там нужен для нее магний, а что вообще такое соединительная ткань в нашем организме. Это сложноорганизованная система с огромным количеством звеньев, каждая из которых контролируется определенными генами. И соединительная ткань является структурной тканью нашего организма, она составляет 50% от всех тканей. И она связывает между собой и другие ткани, связывая кровью, лимфой. Кровь и лимфа тоже относится к соединительной ткани, поэтому соединительная ткань будет участвовать в регуляции всех метаполических и трофических процессов. Существуют разные виды соединительной ткани. Это твердая соединительная ткань, кости, хрящи, суставы, зубы, то, о чем мы сегодня много говорим. Елеобразная жировая ткань, волокнистая, сухожилия, связки, фасы, суставные сумки. А как у нас будет работать наша костно-мышечная система, если у нас не будет волокнистой соединительной ткани? Это жидкая соединительная ткань. А как нам обойтись без нее, если у нас не будет хорошее качество крови, лимфа, как мы будем получать все полезные вещества? И каждая группа клеточных элементов, нервные, мышечные, покровные ткани взаимодействуют между собой только посредством соединительной ткани. Что вообще входит в состав соединительной ткани? Это клетки, которые в разном виде соединительной ткани будут называться по-разному. Это фибропласты, в костной ткани они называются остеопласты, остеоциты. И есть у нас внеклеточный матрикс. Это волокна и основное вещество. Из чего же состоит этот внеклеточный матрикс? Почему мы так много уделяем внимания именно внеклеточному матриксу? А это и есть нити коллагена, эластина, гиалуроновая кислота, хантретинсульфат. То есть слова, которые нам всем известны. Мы знаем, что они полезны у нас для состояния кожи, волос и ногтей, потому что это все наша соединительная ткань. Именно этими веществами мы хотим наполнить наш организм. Остеоциты – это клетки костной ткани, и они будут производить костный коллаген и костный эластин. То есть они способствуют тому, чтобы у нас вырабатывалось вот это внеклеточное вещество. К сожалению, когда наши астеоциты стареют, у нас есть еще и такие клетки, которые называются остеокласты. Выглядят они как медуза и выполняют такую же роль медузы, когда они подходят к этим стареющим, умирающим остеоцитам и разрушают их. А когда остеоцит разрушился, из него выходят микроэлементы, в том числе кальций. Он же находится у нас там в составе. Куда деваться кальцию? Кальций может пойти гулять по нашему организму, может попадать в сосуды, откладываясь там, может попадать в почки. Кальций у нас, с одной стороны, непростой микроэлемент. И наша задача – удержать его в костях, чтобы он никуда не делся. Есть у нас такой белок, который называется остеокальцин. Он держит двумя пальцами кальций из-за этого умершего, старого остеоцита, пока не сформируется новый и не отдаст ему этот кальций. И удержать, по-моему, можно только что тут двумя пальцами. Мы не можем удержать одними. Так вот, один палец нам дает витамин D, без которого тоже мы никуда. А второй нам дает витамин K. Поэтому нам тоже важно, чтобы у нас были и то, и то, а не только витамин D. Если витамина K нет, то кальций уйдет из нашей костной ткани. Также нам нужны еще и другие микроэлементы. Для того, чтобы у нас было хорошее качество цинизминей ткани. Марганец, участок образования костной и соединительной ткани, входит в состав такого важного для нас фермента, гиалуроносинтаза, который обеспечивает синтез гиалурона. Тоже вещество, которое мы слышали много раз. Это желеобразная основа нашей соединительной ткани. Медь. Тоже как-то они мало говорят, но с дефицитом меди я сталкиваюсь очень часто. Очень многие люди имеют дефицит меди. Это видно и по клиническим симптомам, это видно и по результатам анализов. Дефицит меди приводит к нарушению формирования сейсосудистой системы, скелета, коллагена, эластина. Он приводит в страхи соединительной ткани, сопроводающейся с повышенной растяженностью кожи, к нарушению метаболизма соединительной ткани. Отсюда возникают эластичные заболевания, маскулиты, ритемы, снижается эластичность кожи и так далее. Кологеб – еще одно вещество, которое есть у нас в составе нашей соединительной ткани, в том числе и в составе костей. Потому что когда мы глобально подходим к здоровью костей, нам нужен только один микроэлемент. Кстати, из-за этого я очень сильно себя настраиваюсь, когда ко мне на консультации попадают женщины с остеопорозом. И, к сожалению, ревматологи им назначают только кальций. Как правило, это не самые качественные препараты кальция. Я им объясняю, что кальций – это кальций. Но кроме кальция, нам нужно, чтобы у нас был белок, нам нужна костная матрица, нам нужен коллаген, нам нужны магний, медь и так далее, о том, о чем мы уже проговорили. И коллаген, конечно, это самое важное в количественном и качественном отношении структурный гликопротерит межклеточного матрица. Он составляет до 30% общей количества белковой массы и 6% массы тела. Это белок, который входит в состав кожи, волос, зубов, ногтей и так далее. Почему он начинает у нас уменьшаться? Потому что мы не молодеем, потому что до 24 лет наши фибропласты хорошо работают, наши клетки, которые помогают нам синтезировать коллаген. А с возрастом уже начинает включаться процессы старения, коллагена начинает вырабатываться все меньше, начинают появляться мелкие морщинки. А к 80 годам уже уровень коллагена снижается на 70%. Вот такие вот ключевые компоненты. И плюс здесь же еще будет и коллаген. Ну и кроме того, что мы обеспечим нас реконзим кальцием, микроэлементами, которые нам нужны для синтеза соединительной ткани, коллагена, мы еще дадим ему и гликозамин. Еще одно вещество, которое входит у нас в состав межклеточного вещества нашей соединительной ткани. Это еще один продукт, который рекомендую принимать совместно с кальцием. Гликозамин – один из главных строительных элементов соединительной ткани, крещей и связочного аппарата. Он делает наши суставы здоровыми, движения легкими. Он присутствует в больших количествах составных хрящей, межпроволочных дисках, синавиальной жидкости. И, к сожалению, так же как и уровень коллагена, так же и уровень гликозамина с возрастом у нас снижается. И таким образом состояние хрящей становится хуже, они начинают разрушаться, что приводит к дискомфорту и появлению болей. В обычных продуктах питания гликозамин не содержится.